Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте-ка откроем Книгу Исход. Здесь Бог чудесным и сверхъестественным образом проявляет свою силу. Итак, девять казней, которые Бог навел на фараона и египтян. Следующая, десятая казнь, будет самой разрушительной из всех. Но мы отложим ее до следующей недели. После того, как вы рассмотрите эти девять из десяти проявлений сверхъестественной силы Бога и Его суда над Египтом, вы сможете лучше понять, что Бог имел в виду в Исходе 12.12. А в этом стихе кроется весь смысл. А если вы упустили этот стих, вы упустили все. Все. А вот что сказал Бог. «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Итак, давайте сегодня очень быстро рассмотрим первые девять казней. Первая кара Божия пала на источник жизни в Египте. Реку Нил. Река Нил. Седьмая глава. Двадцатые двадцать первые стихи. Аарон, брат Моисея, поднял свой жезл и ударил по воде. И вода обратилась в кровь, и вся рыба умерла, и река засмердела. В Египте очень мало дождя. Если река Нил, не дай Бог, высохнет, девяносто девять процентов населения Египта погибнет в считанные дни. Так что они полностью зависят от Нила. Осирис, один из главных богов Египта в то время, был прежде всего богом Нила. Этому богу Нила они делали подношение. Этим богам Нила приносились человеческие жертвы. Перед богами Нила священники преклонялись и перед ними трепетали. Но теперь, после того, что сделал Аарон, источник жизни стал источником смерти. Источник благословения стал источником проклятия. Источник их жизнедеятельности был парализован. И длилось это семь дней. При этом Бог не хотел их убивать. Бог просто таким образом их предупреждал. После этого фараон умолял Моисея. Пожалуйста, помолись своему богу, чтобы Нил снова стал прекрасной и полноводной рекой. После того, как Бог ответил на молитву Моисея, а это седьмая глава, 22 стих, говорится, что сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народ Израиля. Вторая казнь — нашествие жаб. Аарон снова простер руку, и миллионы жаб заполонили египетскую землю. Жабы были везде. Миллионы жаб повсюду. Кстати, это не ваш милый лягушонок Кермет. Это скользкие, противные твари. Почему жабы? Одна из самых любимых богинь древних египтян — Хект, Хе-е-ка-те. Всегда изображалась с головой человека, но с телом лягушки. Гект считалась богиней плодородия. Не могли же они убить богиню плодородия? Это означало бы убить свою будущность. И вот что еще смешнее, фараон выводит волхвов и говорит, «Я хочу, чтобы вы избавились от жаб. Мы не можем их убить, так как они богини. Избавьтесь от них». Ну, как-то иначе. Итак, волхвы, как могли, пытались избавиться от жаб. Но в итоге жаб становилось еще большим. Жабы, жабы, они повсюду. А последнее, чего они хотели, — это жабы. Возлюбленные. Только Яхве мог избавить их от этих жаб. И он сделал это, когда Моисей его попросил. Исход 8.8. Фараон сказал Моисею, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб, и я отпущу народ». Но как только Бог ответил на молитву Моисея, фараон отказался от своих слов и снова не отпустил народ Израиля. Третья казнь — Мошки. Это слово могло означать «с комаров, шей, песчаных мух». Эти жалкие существа могут залазить под кожу, вызывая зуд и сильную боль. Вы скажете, почему? Почему Мошки? А вот почему. Египтяне любили Бога земли Геба. Г-Е-Б. Плодородная земля, которой они поклонялись, теперь породила стаи мошек и москитов. Эти мошки так осквернили их тела, что жрецы не могли больше совершать ритуалы идолопоклонствам. И снова фараон демонстрирует дешевое, временное раскаяние. Сердце его при этом не меняется. Бог еще раз отвечает на молитву Моисея и удаляет мошек. Приходит четвертая казнь. Насекомые, близкие и дорогие сердцу египтян, они поклонялись насекомым, а не певцам. И здесь снова та же песня, тот же стих, как будто Бог говорит, «Я дам тебе столько песьих мух, что тебя будет от них тошнить». Фараон снова умоляет Моисея. И Моисей просит Бога избавиться от песьих мух. И Бог снова отвечает на молитву Моисея. Но снова фараон ожесточает свое сердце. После того, как Бог ответил на молитву Моисея. И это подводит нас к пятой казни, которая была направлена против египетского скота. Древние египтяне почитали животных, особенно крупный рогатый скот. Когда-то самым популярным культом в Египте был Апис, Бог-бык. Это очень важно. Я скажу вам почему. Бык олицетворял силу и мощь. И по сей день, если вы поедете в древние храмы в Луксоре или где-нибудь еще, в храмы, которые все еще существуют, а вы увидите резные изображения быков на стенах. У мертвых быков в древнем Египте была тщательно продуманная церемония захоронения. Их хоронили недалеко от Саккары в Мемфисе. Вот вам грустный факт, израилитяне, потомки Авраама, Исаакова, Иакова и Иосифа, были не только по колено в грязи в Египте, изготавливая кирпичи, но еще и по уши в поклонении Богу-быку. Это был Бог, которого они предпочитали. Позже, после того, как Господь совершил все эти чудеса, открыл Красное море, и они перешли. После всего, что Бог сделал, они идут на Синай, Моисей поднимается на гору, чтобы встретиться с Богом и получить десять заповедей. И что же делают израилитяне? Они отдали свое золото Аарону и сказали, «Вылий нам золотого быка, чтобы мы могли поклоняться ему». и они сказали, «О, Израиль, это Бог, который избавил тебя из Египта». Ах, как быстро они забыли. Как быстро... Но оглянитесь вокруг. Как быстро мы забываем обо всем. Как быстро мы забываем благодеяния Божьи. Они забыли Бога, неба и земли. Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога, который вывел их из земли рабства. Они решили поклоняться быку. Итак, Божий суд над скотом был судом над развратной религиозной системой поклонения быкам. Однако, фараон снова ожесточил свое сердце. Шестая казнь — это исход. Девятая глава, десятый стих. Моисей и Аарон пошли к печи и взяли часть сажи или пепла отжигания жертв идолам. Они взяли часть этой сажи и бросили ее по ветру. И у египтян она превратилась в нарывы и прыщи. Не только на лицах, но и по всему их телу. У древних египтян не было лекарств. И эти язвы, эти прыщики были, как я уже сказал, не только на их лицах, но и по всему телу. Они не могли уснуть. Не могли сесть. Не могли почесать свои язвы. Из-за этих язв на теле египетские волхвы не могли появиться перед Моисеем и Аароном, потому что они не могли даже одеться. Они были покрыты язвами. Но фараон снова инсценировал раскаяние. Он сфальсифицировал его, якобы пообещав отпустить народ Израиля. Обман привел к седьмой казни. Девятая глава, восемнадцатый стих. Это можно описать только как необычное явление. И я скажу вам, почему. Как я уже говорил вам ранее, в Египте почти не бывает дождей. И это факт. В центре и на юге страны, где была столица одного из древних египтян, в Луксоре насчитывается 365 солнечных дней в году. Большинство этих людей никогда не видели молний, грады и грозы, а тут такой непрекращающийся ливень с неба. Эта казнь послужила началом падения популярности фараона. Пока что его популярность превышала 50%, и вот рейтинг опустился ниже этих 50%. Рейтинги для властей это их все, не так ли? Рейтингами они живут, движутся и существуют. До этого народ полностью поддерживал фараона, пока с неба не пошел град. О, бедный фараон! Его популярность не только резко упала, но что еще больше ухудшило положение, Моисей предупредил его заранее. Он сказал, «А если вы спрячете свой скот, они выживут». Скот выжил лишь у тех, кто это сделал, а те, кто поверил небесным богам, в тот день потеряли свой скот и гор, от имени которого происходит наше слово, гороскоп. Это бог атмосферы. И еще мут, Н-У-Т, богиня неба. Все эти башки оказались бесполезными перед богом силы и могущества, перед богом Яхве. Перед богом Яхве. А затем наступила восьмая казнь, нашествие саранчи. Миллионы этих тварей спустились на поля пшеницы, ячменя и кукурузы, и посевы были полностью уничтожены. Они сживали все до тех пор, пока не прикончили то, что выжило после мощного града. Десятая глава, седьмой стих. Теперь мы видим, что политическая элита и дворянство страны начали умолять фараона. О, изба, вся от них. Отпусти ты уже их, отпусти евреев, мы не можем больше этого терпеть, с нас хватит. И фараон начинает торговаться с Моисеем. Между тем, когда Моисей покинул дворец фараона, саранча пожрала все вокруг. Непри, бог зерна, Анубис, бог хранитель поля, Мин, бог урожая и посевов. Все эти боги присоединились к списку бесполезных богов Египта, и все они были полностью побеждены кем? Конечно, богом Яхвеем. Наконец, приходит девятая казнь, и она пришла быстро и неожиданно к ним. Это второй по значимости, разрушительный суд над Египтом. О самом важном суде я расскажу вам в следующей проповеди. Но девятая казнь, это вторая победа над всеми богами Египта. египтяне пережили три дня и три ночи в абсолютной темноте, в кромешной тьме. Темнота была такой сильной, что они не видели даже свою руку перед собой. Звезды и луна, которым некоторые из них поклонялись, исчезли. Но вот что самое ужасное. самый любимый бог, которому поклонялись почти все в древнем Египте, это бог Ра, бог Солнца. Этот бог был любим всеми. Другие башки могли быть скультами отдельных людей, но богу Ра поклонялись все. Любимый бог Солнца, перед которым они все благоговели, которого все они обожали, и перед кем все они трепетали, вдруг исчез. Подумайте об этом. В Египте по сей день, особенно в летние месяцы, полуденное солнце настолько яркое, что его невозможно описать, если не увидеть самому. Солнце там настолько яркое, что на него невозможно даже смотреть, не прикрыв глаза. Но в те дни в Египте было темнее полуночи. Египтяне были вынуждены сидеть без движения три дня и три ночи. Они не могли пошевелиться, не могли поесть или посмотреть друг на друга, и тем не менее, бог сверхъестественным образом осветил стан израильтян. Я знаю, вы слышали, я говорил это раньше, я верю всем своим существом, что по мере того, как становится темнее в нашей культуре, в нашем обществе и в нашем мире, свет верующего будет сиять намного ярче, чем мы могли себе представить. И меня утешает Слово Божие, что даже в языческом мире Египта было темно, но среди народа Божьего был свет. В конце концов, фараон сказал Моисею, когда их возлюбленный бог Ра исчез, «Убирайтесь с глаз моих прочь, если ты снова увидишь мое лицо, то ты покойник». В 29-м стихе 10-й главы исхода Моисей сказал так, это перевод Майкла Юсефа, так, все, хорош, проваливайте, и чтоб я вас больше не видел, давайте-ка немного поразмыслим, только вдумайтесь, сначала река, потом земля, потом и небо. Снова и снова Создатель Всего Сущего, Творец Всего Сущего говорит им, что только на Него одного нужно уповать, и только Ему одному следует поклоняться, а не Его творениям, а не Его благословениям, а не Его дарам. Вот два жизненно важных урока, которые Бог желает, чтобы мы извлекли из Его Слова. Во-первых, Бог ненавидит дешевое покаяние. Бог ненавидит временные изменения, только с целью того, чтобы получить от Него то, что вы хотите. Бог ненавидит удобную и фальшивую духовность. Другими словами, Бог ненавидит поверхностное обращение, после которого человек снова обращается к своим прежним путям. После каждой казни, фараон снова ожесточал свое сердце. Когда казнь была в действии, он повторял, «О, на этот раз я вас отпущу, я точно отпущу вас». Он не знал или забыл, что Бог неба и земли мог заглянуть прямо в его сердце, но Бог так медлил и продлился весь этот процесс лишь для того, чтобы каждый Бог в Египте был побежден Богом Яхве. Возлюбленный. Бог поругаем не бывает. Он сказал своему народу, когда-то через пророка Исаию, даже народу Израиля, зенится его око, он сказал, «Твое пустое поклонение утомляет меня, потому что ты поклоняешься мне только устами, а твое сердце далеко». Пожалуйста, услышьте меня сейчас. Я не говорю о верующем, который иногда грешит, и когда мы грешим, мы возвращаемся к Господу с покаянием и верой, просим Его прощения. Я не об этом говорю. Библия, наоборот, призывает нас к искреннему покаянию. Бог ждет нас. Библия гласит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, а исповедание означает, что вы соглашаетесь с Богом, потому что Бог видит все, и Он прощает нас, и Он простит нам все наши грехи. Я сейчас не об этом. Я говорю о человеке, который становится религиозным, когда он чего-то хочет от Бога, а затем возвращается к прежнему образу жизни. Второй урок, который я хочу, чтобы вы усвоили сегодня, Моисей получил от фараона множество вариантов и предложений. Фараон хотел вести переговоры. Он хотел заключить сделку с Моисеем, как это пытается делать в нашей жизни дьявол. Он с нами постоянно торгуется, но будьте очень осторожны. Моисей не соглашался ни на что, кроме полного послушания Богу. В переговорах мы говорим, что ни за что не пойдем на уступки, а затем соглашаемся на полпути, и это нормально для бизнеса, политики и прочего, но не для Бога. Господь либо Бог всего, либо Он не Господь для нас вообще. Моисей настаивал, что единственная сделка, на которую Он согласится, это исполнить то, чего требует Бог. К Богу невозможно прийти своим путем. Половиной своего пути и даже четвертью своего пути к Богу можно прийти только Божьим путем и никак иначе. КОНЕЦ